Привет! Последний день нашего пребывания в Италии. Удивительный город Флоренция. Мы приехали вчера поздно вечером и ездили по городу в темноте, мало что успели посмотреть, быстренько изделить в гостиницу, пообедали в ресторане и завалили спать. И вот сегодня с утра, уже больше полдня гуляем здесь и с каждым шагом, с каждым поворотом приходим не то что в восторг, в какое-то немое оцепенение от величия этого города. Город настолько прекрасен собой, что не знаешь в какую сторону можно повернуться, чтобы увидеть что-нибудь обычное. Все непривычно, все необычно. Город поражает своим величием. Вот именно великий город, я бы так сказал про него. Огромный город, старинный, настолько мощный. Чувствуется такая культура за всем, что здесь видишь, за каждой постройкой. Огромное количество музеев. В музее, как нам сказали, два, а то и три часа в очереди нужно отстоять, чтобы попасть в какой-нибудь из музеев. Несмотря на то, что музеев очень много, туристов еще больше. Мы вышли очень рано из гостиницы. Туристов было еще не так много, но буквально с каждым часом прибывают автобусы и целые стоянки, целые парковки забиты туристическими автобусами. А сейчас я нахожусь на одной из высших точек Флоренции. Называется она Пиацаль Микеланджело или площадь Микеланджело. Такая обзорная площадка, откуда виден почти весь старый город. А вот перед нами справа церковь, нет, не вспомню, чья это, в центре, вот центральный купол округлый. Это церковь Санта Мария. Мы там обходили огромную площадь, огромное сооружение. Вот туда три часа очередь, чтобы попасть внутрь, внутри музей. В некоторые соборы помельче, которые расходятся лучами от центра города, там можно просто свободно зайти. Католический собор и можно зайти посидеть. В половине второго дня начинаются молитвы, вот буквально сейчас должна начаться уже молебны. Начинается служба, можно совершенно спокойно зайти, сесть, посидеть, в прохладной тишине, послушать песнопение. Внизу река, я не знаю, как называется. Кстати, вид моста, который мы видим, удивительно напоминает нам Зальцбург. Вот если ехать, только Зальцбург, он чуть поменьше, наверное, чуть пониже. Вот внешне очень-очень похож на Зальцбург. Город, вот такие куски, мы прямо отмечаем. А вот там вдалеке есть мост. Вот сейчас его видно, прямо в центре кадра мост. Этот мост поразительно похож на один из мостов, который я фотографировал в другом итальянском городе, который тоже запал в наше сердце глубоко и надолго. Город Басана-дель-Грапа. У меня есть несколько кадров, по-моему, даже видео, как раз-таки панорама этого моста. Очень похоже и также красиво. Внутри этого моста там находятся ресторанчики, а в Басан-дель-Грапе стоял огромный концертный рояль и какой-то, ну, я так понимаю, профессиональный музыкант играл разные вещи. В основном такую легкую попсу, поскольку рассчитанную на туристов. Продавал свои диски с записями, продавал что-то еще. Вот такая вот площадка смотровая, здесь небольшая кафешка, ресторанчик. Есть еще одна площадка выше, там наверху я снимал, а внизу находится такой некий сад, где посажено большое количество редких теплолюбивых растений. Вот сейчас туда мы как раз-таки и пойдем. Еще раз покажу панораму этого великого города. Великолепие, просто великолепие.